Девушки отдыхают С бабушкой ни о чем не думала, думаю, что все будет хорошо. Но когда-то бабушка умерла и все закончилось. Она тогда вот одна вот дала мне вот то, что она меня любила. Одна. Она мне и колыбель накопила когда-то. Может быть, вот это вот, от нее передалось что-то. То, что я вот сейчас пою. Он трудный был. Потому что он на своей маленькой судьбе, на своем маленьком отрезке жизни увидел очень много предательства. Мало того, что получилось так, что мама его предала. Его предали приемные родители. Я не сужу и не берусь судить о приемных родителей. Но так получилось, что он прошел несколько детских домов и оказался у нас после приемной семьи. Вот когда ребенка предают, отказываются от него, это очень большая травма. Значит, я плохой, значит, я ненужный. Вот это вот очень самое страшное. И когда дети поступают к нам из приемных семей, работать с ними сложно. Сложно. Сложно их дать веру в людей. Как это проявлялось? Протест. Протест против всего. С родителями я нехорошо общался. Ну, потому что они пили, они приходили домой в таком состоянии, что как с ними общаться? Ну, ты это уже понимал тогда. Конечно. Получилось так, что я оказался в детском доме. Иволга, по-моему. Вот. И там. Ну, там я обрел тоже семью. А потом, конечно, меня опять они забрали. Кто они? Родители. Они меня забрали. И через 10 дней бабушке не стало. Как бы. И мне было тогда лет 9. И я как бы не очень расстроился, что меня забрала опека. Я думаю, ну, будет что будет. Я даже не понимал тогда, что происходит. Спасибо. И тут приходит приемная семья. Они меня забрали. В Москву мы уехали. Я не понимаю, почему так произошло. Но они начали меня закрывать в комнате. Включали телевизор. И оставляли с кошкой сидеть. Я уже начал плакать. Я уже плакал и просился в детский дом. Ну, потому что такого отношения. Такого вот, какое они давали, да. А я счастлива, что ухожу от вас с великой любовью. Почему в семье-то не было лучше тебя, я не могу понять. Я не знаю. Вот, честное слово. Я как бы... Тебя обижали. Что было? Проживался. Вот просто. Мне не нравилось. Не нравилось уже... Наверное, я был привередливый такой, либо что... Мне не нравилось их общение, отношения. Может, я в детстве насмотрелся. И понял, что... На что насмотрелся в детстве? Ну, вот что... Такое вот отношение было ко мне. Свинское, так скажем, да. Приходили, выпили, поорали, там, легли спать. А я сидел голодный. Ты не чувствовал, что тебя любят? Да. Не чувствовал. Вот. А в детском доме, как я попал, вот почувствовал как раз. Я знаю, что ты очень хотел тогда все-таки приемную семью. Да. А какую бы ты семью хотел? Ну, нормально. Ну, как понять, нормально? Там кто должен быть в этой семье? Ну, брат, сестра, папа, мама. А родители какие должны быть, как бы ты хотел? Хорошие. Если какая-нибудь беда, помогут там всегда. Так, ну, семья-то нашлась. Семья нашлась. Дальше. Получается, там была одна мать. У нас не сложились какие-то отношения, как бы, вот такие. Прям крепкие-крепкие. Я подумал, что... И она начала как-то так относиться. Такая вот, как бы, отдаленная, я думаю. Можешь объяснить, как? Что тебе не хватало? Ну, вот, она все время была на работе. Я сидел один дома, ну, не погулять, не пообщаться. Так она приходила уставшая. Она поела, приходила уставшая. Ну, как я ее буду мучить, что ли? Ну, человек с работы тоже пришел. Пускай ляжет по спине, да. А потом она уходила рано, и мы не виделись. Я жил, ну, как будто я жил просто, как снимал квартиру, да, допустим. И эта квартирантка приходила. Вот. Я сам попросил, сказал, что я не хочу так жить. Хочу в детский дом назад. Она такую характеристику про меня оставила. Это ужас. Я думаю, я потом как-нибудь с ней встречусь. Это было неправда все? Конечно. Половина. Я там такой ужасный. Да я так себя вел. А ты не такой? Нет. Не правда же. Ну, что вот она творит. То есть ты обиделся? Обиделся очень сильно. Очень сильно обиделся. Мы пошли к соцпедагогам. Написали там заявление, ну, что вот так и так. Мы спускаемся вниз. И вот. И тут начинается. И мы с социальным педагогом там общаемся стоим. Она говорит, ну, ладно, я пошла. И тут говорит социальный педагог. Ты будешь ее ждать? А я пока ничего не успел ответить. Она давай. Да, конечно, будет он меня ждать. И так с негативом. И ушла. Она знаете как? Она как выплюнула на меня все, что хотела, наверное. А здесь ведь, насколько мне известно, ты прям совсем был не подарок. Да. На самом деле я был такой, да, что ой-ой-ой. Доводил всех. Вот просто, я не знаю почему, но я, наверное, еще так привыкал. Ну, это было как бы мое знакомство, наверное, с детским домом. А мне кажется, что тебе все равно было больно, то, что ты так расстался с семьей. Конечно, в коем-то случае, да. Ну, как так вот? Просто столько жили, да, год почти, наверное, я не помню. Год жили, и она так это... Все, типа, т-д-т, да. Очень трудно было найти к нему подход. Вот к этому раненому сердечку надо было найти подход. Очень долго сначала пытались как-то его привести в норму, его психику, его характер. И я очень благодарна организатору по воспитательной работе Ольги Александровны Артемьевой. Еще одну очень большую такую роль в его победе, в его становлении, во взрослении сыграл Владимир Александрович Рикин. Это музыкальный руководитель, который пришел к нам в детский дом работать. Это незаменимый человек, душевный. И он сразу увидел этого мальчишку, у которого есть талант. И он часами занимался с ним, терпел его срывы, терпел его какие-то, может быть, высказывания. Очень кропотливая была работа. Вот мы сейчас смотрим, какой он был, когда к нам пришел, и какой он стал. Это очень большая работа, причем не только педагогического коллектива. И это большая работа его самого. И мальчишка, он хочет везде участвовать и быть признанным. Он очень готовился много к конкурсу «Ты супер!». На проекте мы с Колей прожили два месяца. Это труд. Это труд. Случались срывы у них. Ну, они же дети. Это напряженность. И поэтому еще и карантин плюс ко всему. Поэтому, да, это совсем непросто. Ему очень хотелось победить. И он всеми силами старался. Он шел к этому. Но там все дети достойные были. А как он выдержал удар? Вот мы все очень переживали, что вот эти неоправдавшиеся надежды, как они на нем отразятся. Он не показал виду. Потом ему было трудно. Вот когда уже вечером, когда мы уже приехали, ему было непросто. Это совсем непросто. Были за эти два месяца моменты, когда тебе хотелось бросить все, швырнуть в кого-нибудь, чем-нибудь и уехать? Конечно, были. Я тогда уже очень сильно устал у нас. Начался второй тур. Уже все, не было сил, ничего. До двух часов ночи танцевали, работали. Я уже думаю, все. И начали мне высказывать там, что вот, не пойдет песня, говно, все это. Я говорю, вы знаете что, идите вы. Хлопнул дверь и вышел. Потом вызывали, конечно, Наталью Владимировну. Вот, и было такое. Я думаю, сейчас соберу чемодан и уеду. Потом думаю, надо собраться, сделать песню все-таки до конца и выйти с ней. Я надеялся, что меня уже выберут. Вот прям стоял и думал, выберите меня, пожалуйста. Да, и молился там стоял. Но, когда меня не выбрали, я для себя сделал такой вот шаг, что и вот осознание такое пришло, что надо готовиться сильнее, упорнее, да, стараться, чтобы еще раз туда же поехать. Сейчас, когда он поступил уже в музыкальное училище, он очень много занимается, очень много. И становление вот это, оно очень заметно. начиная от голоса, манер до, наверное, вот стремления к дальнейшей своей судьбе быть лучшим артистом. Но вряд ли вы совершенно за него спокойны? Нет. Моя самая главная задача сегодня с Колей для того, чтобы его будущее сложилось успешно. И он не сорвался вот на этом взлете и упал. Когда вы почувствовали, что вы певец? Ой, ну певец, это еще сильно сказано. Но я пока не почувствовал, что я певец. Я стараюсь разрабатывать свой репертуар, улучшать свой голос, да, вокальный диапазон, чтобы звучало все хорошо и красиво на сцене. Потеря вот любимого педагога, она, наверное, очень больная для Коли сейчас. Очень. Для меня тоже спокойно не могу говорить. Мы вчера были на похоронах. Коля стоял, просто обливался слезами. Он реально понимал, сколько этот человек для него сделал. Это действительно для Коли человек, который открыл ему мир. Коль, а тебя кто-нибудь в жизни любил? Да. Конечно. Вот, я думаю, что... А ты сам кого-то любил? Не любил, есть это, уважал. Уважал, так скажем, воспитателей. Ну, и так, такое чувство, вот, любовь, ну, сильно сказано, конечно. Да, может быть. А откуда она в тебе должна взяться, эта любовь, если ты ее никогда до этого не испытывал по отношению к себе? Вот, кстати. Я не понимал, что это вообще такое, так скажем. Ну, любовь – это вообще сильное чувство, так скажем, вот. Вот, очень сильное чувство, его, как бы, может, надо добиться. Ну, у меня не получилось так, вот, как у всех с семьей. Может быть, может быть, кто-то вот сейчас, да, попадает в детский дом. Ну, и жалко, вот почему я не с мамой? Я тоже думал, вот почему вот я не живу в доме, в нормальной семье, живу в детском доме. Почему вот, вот так вот получилось? Но, значит, так надо. Что ты хочешь для себя в будущем? Что я хочу? Что я хочу? Я хочу добиться вот успеха вот в этом деле, в творческом деле, чтобы… Я не хочу, чтобы мне платили деньги или что-то. Я хочу стать, как бы, узнаваемым, что ли. Потому что вот, чтобы меня, наверное, зрители любили, публика. Я не получил вот любви семейной. Ну, мне кажется, что вот надо сделать себя таким артистом, преподносить. И получить любовь зрительскую. И получить любовь зрителей, да. Чтобы они понимали, что я чувствую в этот момент. Что во мне происходит даже. Сцена дает, вот, любовь зрителей, конечно. И, конечно, как-то себя показать, прославить, что ли. И чтобы узнал, узнала вся Россия, весь мир, так скажем. Ну, да, все, умер, мы не дойдем. А может быть, все может быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok